и всем привет мои дорогие подписчики и зрители моего канала с вами как всегда кунька прессовская окси данном канале у нас сегодня рубрика похвастать своими тарем где люди по своими тарями но я делаю такую оценку высказываю свое мнение и так первый трейд на 1 треки моя у меня у меня трейд в голове первый инвентарь на сегодня вывешная все защитная сетка да на 38 но это вв опять вв немного поношенная понятненько понятненько что хотелось бы сказать про это на металле металле откровенно говоря ну сложновато будет с ним очень сложновато не будет трейдиться металле слабовато плане ну 700 рублей по бафу это для начала конечно слабовато но я желаю удачи тебе особенно 2 ввшки за трейд это прям реально надо большой большой удачу иметь следующий инвентарь это медаль моего модератора вишни естественно естественно он хвалится своими тремя целыми катана а вики чо у нас тут еще интересного есть но на самом деле у него куча всяких катал еще вот на м к с двумя катам мы сейчас зайдем в инвентарь просто он попросил зайти сначала на витрину сканшот потому что какого-то возможно скина уже нет в инвентаре типа затрадил обменял так далее понятненько понятненько конкурочку тебя-куть ккуть 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 катакуль всяких кота вес эти dignitas и на 1 самых тоже других катавится эта тоже по моим катавится дорогая понятненько понятненько короче выпенд 8 как можем дам ну чё у нас тут да ладно холла у уху хугу хerna дигня The холла. Еще плюс сразу видно по глазам. По глазам вижу холла. Так, что у нас тут? А, гаремчик. У меня, кстати, тоже, ну, был похожий гарем на краном спорте. 0.17, кстати, есть за это овер. Неплохо. Слушайте, три ножа. Это серьезно? Это мой вишня? Это мой модератор вишня, который имеет целых три ножа? Да ты что, обкурился что ли, родной? Ну, классический, он говорил, что он хочет взять себе классический северный лес. Правда, он взял дебил 0.16. Я ему говорил, как можно взять 0.30, даже 0.35 можно за дэв забрать. Но человеку, походу, неохота ждать. Поэтому, ладно. Типа 0.16, максимально хреновый флот. Кстати, да, здесь 0.15 тоже очень чистый флот для этого ножа. А вот 0.16 флот для классического ножа, это максимально хреновый флот. Блин, я что-то вообще так смотрю на инвентарь. Вообще не узнаю инвентарь своего модератора, если честно. Прям, я в шоке. Ыу-ху-ху-ху-ху-ху! Вот это номер! Ё-моё, вишня, ты чё? Ты чё, братик? Ты где столько денег? Ну, посмотрите, реально, сколько у него в инвентаре появилось по сравнению с предыдущим выпуском, похвастанным тарем. Я не помню, в каком выпуске он был. Да, то есть, ну, совсем недавно он у него, видите, капец, как подскочил. 0.16 Кровопаутин тоже довольно-таки дорогое удовольствие. Потому что, ну, как раз на Кровопаутине здесь самый дорогой овер будет за флот из присутствующих скинов, потому что Кровопаутина она вот прям ценится такая после полевых 0.16. Дальше немного поношенный нануар. Еще Котовица, еще Дигни Тесахола. Одуреть. Одуреть. Родной мой, ты откуда это все взял? Сволочь. Е-мое, вишня, красавчик, красавчик. Так, ну, ага, Краков 17, но она не металлик, ничего, не холод, поэтому переоценки нет. Еще Котовица 3. На Глокиси не трещина. Но это, кстати, странно, потому что он мне всегда говорил, что Кунь, бери либо 2, либо 4. 1, 2, 4. Типа 3 Котовицы, это такой самый спорный. Слушай, у меня металлик вырос и так даже на 31 тысяча. Не считая вот этих наклеек Котовицы. Нэээм. О, кстати, тоже. Стак наклеек, значит, можно на 100% просить от одной наклейки. Еще Котовицы 3 штуки. С Бэйпауэром и так далее. Ты че, вишня? Ты как, вообще нормально, братик? У тебя все в порядке? Хола Котовица. Да дуреть. Адуреть. Это, кстати, на розыгрыш. Наш общий розыгрыш. В группе моей ссылочке в описании. Розыгрыш. Участвуйте. И можете забрать вот этот вот калаш. Так, хрусталь обычная. Еще две Хола Котовицы. Господи, братан, ты как это вообще? А, ну этот калаш ему подарили. Это я знаю. Блин, слушайте. Че-то я не понимаю. То ли это, не знаю, копия вишни. То ли вишни все-таки продал почку, как и планировал, вроде столько Котовицы. Еще и Хола к тому же. Потому что это стоит нормальных бабок, на самом деле. Титаны те же. Айбэй Пауэры. Титаны и Айбэй Пауэры. Это вообще две самые дорогие наклейки из Котовицы 2014. Да, то есть даже в обычном бумажном экземпляре Титаны и Айбэй Пауэры. Это самые дорогие. Самые дорогие, самые популярные наклейки Котовицы. Да, конечно, братика. Я ему вылаз напишу после того, как запишу этот выпуск. Откуда у него столько? Это просто жесть. Ё-моё, да что вообще происходит? Откуда у моих подписчиков такие инвентари 272 тысячи? Одуреть у папы яйца балаши и волосатые. О-о-о-о, как это страшно выглядит. Фу, просто фу. Извините, конечно, за такую реакцию. Тем более, извиняюсь, перед подписчиком. Да, 110 тысяч это крупа-то. Но, во-первых, здесь фейта маловато. То есть, ну, фейт, если брать, то минимум от 90%. Моё личное мнение, от 90% как бы уже играбельный фейт. Ну вот, ну понятно, что если мне предложат там какой-нибудь дефолтный 85, да, и в хороший плюс дадут, да просто даже в плюс дадут, я типа приму. Но немного поношенный фейт. Ё-моё, братан. Братан, ты как, вообще нормально тебе? Да, вот что. Дальше у нас здесь поношенный порог. Ну, правда, поношенный порог. Падение, ой, падение порог. Ящик Пандоры, они типа, они и поношенные стоят очень дорого и очень ликвидно, на самом деле, народ. И даже вот на поношенных, не на всех перчатках, но есть. А то, что, допустим, 038, там переплата вот за эти были бы, тоже было бы здесь 038, была бы хорошая переплата. А дальше Королевский Змей, дефолтный флот, немного поношенный поток информации. Так, ну чё тут, на чём будет тут ещё санцентировать своё внимание? 036. Так, надо, не, всё равно надо прощёлкнуть, потому что, мало ли, ну вот, да, кстати, стикерит. Приложение опять, когда я решил записать жизнь трейдера, ой, жизнь трейдера, оценка, похвастаться инвентарём. А, да, оценка инвентаря, он решил опять улететь куда-то по своим делам и не считать наклеечки, не показывать. Ну, кстати, 100% от одной наклейки. Недорогая, по-моему, наклейка эта голографическая, она что-то в районе 300 рублей стоит. Ну всё, ну 300 рублей плюсом, это уже получается 1600, а не 1300, да? Угу, так, понятненько. Ну, в начальной строчке я прям когда увидел, такой, о, керамбит, пэ, да, круто. Ну, даже 87%, вот, нагровенно говоря, ну, можно с таким сыграть. Ну, немного поношенный, блин, братик, как я тебе соболезную. Хотя, чё ему соболезную? Если он это выбил с кейса, то чё бы и нет, кстати говоря. Я бы не отказался даже от такого ножа бы выбить с кейса, потому что, ну, даже по автобае его продать, ё-моё, всё равно можно потом набрать нормальных ножей и натрейдить. Слушайте, инвентарь мощный, дорогой, но скины, конечно, крайне спорные, потому что я со всеми скинами согласен, типа, ну, опять же, ВВ-шки, да, имеются, ФТ-шки, ну, 0.36, но надо понимать, что тут даже за 0.25 уже есть овер, поэтому за деф забрать, типа, 0.36 нормально. Ну, вот, типа, инвентарь, вот тут в двух скинах, по сути, да, то есть вот они, уже 200 тысяч этих. Ну, блин, я не знаю, не хотелось бы обидеть, конечно, человека, но, братик, я бы на твоём месте поменял бы. Поменял бы, переделал бы, и тогда будет персик. Следующий у нас это личный хейтер Вишни, личный хейтер, потому что он постоянно его хейтит в чате, типа, ты задал бы уже свои катавицы и так далее. А что мы имеем? Северный лес, 0.24, это просто средний флот, то есть, понимаете, это не флот, за который прямо вот есть какая-то переплата, но в то же время, если неохота переплачивать, да, то нормально такой флот забрать, типа, за деф, это нормально. Дальше, поток информации, дефолт, 0.15, скоростной зверь, за это, конечно же, есть овер, не знаю сколько, но овер есть. Дальше, тертые у нас, получается, я забыл, как называется, правильно, турнир назывался. Понятно, все наклейки здесь терты, овера за это нету, но ты и лошарик, шарик. Ну, зато здесь есть 100% фото на наклеечке, наклейки не терты, это хорошо. Так, что тут ещё, на чём, 0.15 тоже есть за это овер, кстати, на чём ещё тут можно цитировать своё внимание. Во, две Котовицы 2015, кстати, и два Кёльна, два Кёльна 2014, так, это тертые, и это всё. А, нет, тут всё тертые, кроме Навит 2015 Котовицы, ну да, братик. Что-то куча у тебя всякого тертого, кстати, вот золотой Лондон, вот этот может стоить дорого. Не знаю, насколько дорого, но я знаю, Краков 17 золотые, вообще бешено стоит. Это я не знаю, к сожалению, сколько стоит, но ладно. Так, ещё здесь какой-то у нас крафт имеется, за который тоже можно попросить 100%. Ну, я знаю, что это человек трейдер, только чё-то он вроде как трейдится, а вроде как, если мы даже обновим страничку, то есть, ну, посмотрим по трейдбанам, да, то есть, что в трейдбане, а у него ничего в трейдбане, то есть, давленникового человека трейдов не было. Это печально, не он, печально? А, нет, вот, извиняюсь, да, М-ку вот он затрейдил себя. Братик, я желаю, чтобы ты как можно больше натрейдил себя, конечно же, удачи в трейде. Перед тем, как мы перейдём в инвентарь, человек так же хочет похвастаться профилем, вот так он выглядит. Значит, народ, не обращайте внимания, точнее, то, что вот так вот криво немножечко, это не он криво сделал, это у меня, потому что стоит VPN, потому что без VPN у меня, к сожалению, инвентари не прогружаются. Ну вот, так что ладно, давайте зайдём в инвентарь, чё мы здесь видим? Чё я вижу из Парижа? Я вижу сразу же 0.16 крюк, это хорошо, за это есть овер, это я вам 100% могу сказать, поэтому это хорошо. А дальше у нас здесь 0.8, но нуар тоже есть за это овер, 0.23, по желанию на ночь, тоже есть за это овер. Мне будет прикольно, если человек даже, допустим, не знал, что за это есть овер, на самом деле есть народ. Да, кайсмани не даёт переплаты, но зайдите на тот же баф, допустим, 0.23, да, то есть это категория у нас 0.21, 0.24, уже есть за это овер. Я вам напомню, серьёзно говорю, народу, мелочь, но есть. И надо понимать, что из мелочей складывается ваш инвентарь, потому что если вы там мелочь не посмотрели, тут мелочь не посмотрели, в далёкую перспективу, это может вылиться даже вот такой нож. Я уже в каком-то видосе, жизнь трейдера, или поход с санитарем, где-то я, короче, подводил, что за 100 дней можно реально, не обращая внимания вот на такие мелочёвские переплаты за флот, можно просто потерять вот такой вот нож. Ну, это в долгую перспективу, понятно. Ну, а так, кстати, инвентарь неплохой, я бы с таким поиграл. Основные оружия, получается, у нас Калашавик, М-ка, ну, МАГ-10 и ножичек. Дёшево, ну, в смысле, дёшево, простенько, потому что это нихрена не дёшево, простенько и со вкусом, молодец. А я всё чаще замечаю, что подписчики у меня как будто дебилы, оценили моё инвентарь, ну, а профиль я, конечно же, блядь, с хурою. Далеко ходить нам не пришлось, вот он ещё один лось, потому что прям следующий инвентарь, который надо было оценить, переходим в инвентарь, инвентарь сказал, говорит, Калашист. Хорошисты, по заглатыванию, продолговатых предметов сосисочной формы. Ну, слава богу, хоть на третьем инвентаре инвентарь не скрыт, профиль не скрыт, спасибо тебе большое. Ладно, чё у нас тут, давайте-ка зачекаем. Здесь у нас ножик, да, он ВВшный, но я уже, народ вам говорил не раз, лучше иметь самый хреновый нож, даже на ваху африканскую сетку, чем вообще не иметь ножа, да? Потому что, когда есть какой-то ножик, это уже прикольно, когда нет никакого ножа, мечтать о бабочке, ну, бессмысленно. Вот, так что ножик, да, ВВшный, но, опять же, я хотел заметить то, что, допустим, вороненая сталь, не могу сказать точно про Урсу, но на М9 или скелетном, на М9 или скелетном, не помню точно, на одном из этих двух ножей, ВВшное качество продается гораздо лучше, чем после полевых. За счет того, что вороненая сталь, она не коцается. Да, бывают маленькие темные пятнышки, это не критично, но чем ближе к закаленному, она такой становится фиолетово-фиолетовым цветом, а чем ближе к прямо заводу, она становится серым. Поэтому некоторые даже используют, ну, не ВВшный, а именно закаленную, очень сильно закаленную вороненую сталь под розово-фиолетовый сет, я на полный серьезный народ говорю, можете на CSGO вики проверить там по флоту, либо, допустим, если у вас есть где-нибудь скинчейнджеры, там, знаете, какие-нибудь уроки для проверки этого всего, проверьте эту теорию, ну, не теорию, точнее, как, проверьте это утверждение, и вы будете приятно удивлены, если об этом не знали. А дальше у нас здесь QLN 2014, крафт из трех наклеек, одной не хватает до полноценного. По флотам здесь, ну, в принципе, ну, здесь, да, неплохой флот, опять же, Азимов, он, знаете, он в любом качестве нормально трейдится, нормально продается и в закаленном, и в послеполевых, и в поношенном. Ну, понятно, поношенный такой, самое спорное. А дальше тут у нас Азимов 0.21, за это, конечно же, есть овер, 0.19 на нуар, ну, небольшой, прям совсем небольшой овер, но есть. Чаще всего такие авики можно вообще за деф забрать. А дальше тут у нас 0.23, второй игрок, за это тоже есть небольшой овер, потом у нас тут ночная буря. Ой, блин, взял я когда-то давным-давно себе ночную бурю с наклейками, до сих пор лежит в инвентаре, вообще никому не нужна она, ну, прям вообще. А так, дальше тут у нас Ночной Кошмар 0.8, даже, возможно, за это есть овер. Так, ну, слушайте, инвентарь неплохой, судя по всему, я, конечно, не буду утверждать, но мне кажется, это инвентарь трейдера. Потому что несколько эмок, несколько глоков, несколько юспов, калашей. И это, безусловно, правильно, потому что человек-человек делает, потому что, потому что, когда у вас есть разнообразие в инвентаре, это значит то, что потенциально человек может прийти и найти нужные несколько скинов и с вами, именно с вами совершить обмен, потому что есть несколько скинов, которые ему нужны. Поэтому, молодец, мне нравится, красавчик. Следующий у нас розово-фиолетовый сет. Розово-фиолетовый сет, и я их обожаю, просто... Мой самый любимый сет, это именно розово-фиолетовый. Поэтому погнали, конечно же, сразу же посмотрим. 0.19 фальш, он за это есть, может быть, небольшой... За это, да, должен быть небольшой овер, за 0.19 респект. Дальше тут у нас поток информации за каленочкой, согласен. Здесь, я думаю, замечаете всегда то, что я стараюсь не инцитировать внимание на поток информации коллекции, потому что ей пофигу, она не коцесса, она просто прерывается либо на свету, либо в тени. 0.21, ну он и угончик. Блин, жалко, не 0.20, тогда было бы еще больше переплат, но даже за 0.21 есть овер. 0.22, ну, честно, это уже как дефолтный, да, то есть за него переплату, ну, очень сложно найти, чтобы он переплатит. Поэтому, ну, спорно. Значит, 0.15 опустошитель, есть небольшой овер. Так, 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 0.17, кстати, я был удивлен, но нет овера вообще. Но все равно флоты неплохие, надо все равно это понимать, то что даже если нет овера, это не значит, что не надо стараться брать чистые флоты себе. Слушай, совсем согласен, единственное, что я не вижу у тебя дигла. А, блин, все, 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 поток информации тут дигл используется. Я что-то, блин, извиняюсь, я что-то затроил. Ну, это, в принципе, у меня привычное состояние, троить. Так, пульс, пульс, а где коллекция пульс? На, то есть ты ушел в быстрое движение глаза. Ну, блин, на самом деле взял бы коллекцию пульс себе. Это и СГ, и получается фама с пульс, она смотрится гораздо прикольней. Понятно, что тут не фуллсет, да, потому что для фуллсета тут не хватает еще КТ. Ой, Т, получается, дробовика, да, 8-патронного, по-моему. Там, ну, сейчас вышел новый дробовик классный, там, с роглифом, сердечком, как-то такой, не помню, как называется. Ну, вот, то есть классный дробовик. Ну, слушайте, все равно розово-фиолетовый сет. Я бы с таким вообще запросто погонял бы и в 17 тысяч человек уложился. Да, это про то, что если вы хотите просто красивый сет, не надо много бабок вкладывать. Опять же, качество. Здесь понятно, что можно пограниченно взять в БС, допустим, даже здесь можно в БС взять, да, и что-то апгрейднуть, либо докупить как раз недостающие скины. Ну, вот, я вот вообще со всем согласен. Мне прям все нравится, красавчик, красивый сет. Я бы с таким погонял прям с удовольствием. Следующий инвентарь выглядит у нас вот так. Здесь у нас прямо заводы извильные, 0.1. Даже, возможно, за 0.1 есть переплата. Ну, на Стартреке, скорее всего, должна быть. Я знаю, что я, скорее всего, неправильно произношу. У кого-то режет от этого уха, народ по-другому не умеет произносить. Я прям вот коверкаю, как могу. Дальше прощаю на скал. Ну, здесь что-то много СТ-шек, если честно. Много СТ-шек. Ну, я даже не знаю. Небольшой овер есть. Прям совсем небольшой, но есть. Ну, слушайте, все равно неплохой инвентарь. Как я понимаю, все-таки инвентарь трейдера, а не плеера. Потому что, ну, охрена, ему два авика, да? Мне кажется, акцентировать основной прям удар в извилины. Ну, под розовый фиолетовый сет, понятно, она и подойдет. Но все равно не самый популярный скин, как по мне. Хотя, может, нет. Я, скорее всего, ошибаюсь. Я, скорее всего, ошибаюсь. Просто мне не особо он заходит. Но это уже моя личная вкусовщина. Причем, прямо с завода, после полевых и закаленные. Самые три распространенные качества. В принципе, неплохой инвентарь. Удачи тебе в трейде. И опять же, мы видим то, что у него, вот они, 4 скина, а только совсем недавно прилетели. Поэтому удачи тебе дальше в трейде. Как задолбала эта канарейка. Опять канарейка у нас в выпуске. Опять и опять. О, кстати, 4 фаза волн. Да, приложение не подсчитало, но иконки у них разные. И вот так вот, если посмотреть, то можно отличить. 4 фаза волн. Ну, слушайте, довольно-таки дорогое удовольствие. Это, опять же, 0,1. За это должен быть овер, наверное, рублей 500 мани дает. Ну, по факту, это как бы дефолт. Но, типа, переплата-то есть небольшая. Так, что у нас тут дальше? Перчатки 0,13. Топливный инжектор после полевых стоит 7 косых. Ё-моё. Дальше тут у нас ещё обмотки рук. Обмотки. Обмотки лук. Да ёпта. Обмотки рук лес. Народ не обращает внимания. Я с перетянутым поясом. Он мне кровь затупляет. Кровь в мозг мало поступает. Так, ладно, что у нас тут дальше? Наваха ванила. Кстати, долго она у него что-то лежит. Довольно-таки странно. Ну, хотя у меня сама сейчас на ванилу появилась. И тоже что-то не уходит на трейд. То ли спрос на ванилу упал, то ли неудача. Дальше две у нас. Два пыльника. 0,63, кстати, неплохой пыльник. Неплохой. Дальше скоростной зверь. Так, 0,17. Ну, ар, кстати, есть за это овер. Всё у нас тут интересно. Блин, вот знаете, вроде бы, да, появилась, ну, вот эта первая строчка, конечно, прям дорогущая. Но что-то так смотришь, как-то, знаете, лично моё мнение, что инвентарь стала выглядеть, по-моему, беднее. Ну, первая строчка. Я не помню, здесь, по-моему, 92 тысячи до этого было. Ну, опять же, не исключено, что человек трейдится, выводит в реал, допустим, да, какой-нибудь школьник, там, надо какую-нибудь игрушку купить, там, не знаю, булочку второго купить. Взял, вывел несколько скинов, продал, да, и чтобы мамки не просить, вот сам этим зарабатывает. Может, не школьник, студент, так далее, типа. И это вызывает только гордость, на самом деле. Ну, вот, ну, просто я, вроде как, я замечаю, что инвентарь становится меньше. Хотя, опять же, сейчас цены, цены. Цены, надо тоже продать пару вещей, к логопеду походить пару сеансов. Вот, цены на баффе начали снова падать, поэтому и инвентарь тоже падает по приложению. Возможно, и у меня скоро упадет. Ну, вот. Так что, в принципе, инвентарь, как всегда, классный, много вещей на трейд, но все равно, почему-то первая страница прям вообще, как-то, мне кажется, обнищала. Вот именно обнищала. Поэтому, типа, не знаю, канарейка, напиши в комментариях, но мне кажется, у тебя первая страница всегда была прям заряженная, там, низко ножей. Понятно, что здесь, условно, в этом ноже лежит пять ножей, да, по пять тысяч, вот таких там даже. Ну, если взять таких, то даже получается у нас порядка шести, я мое, семи ножей. Около семи ножей, давайте так. Вот, да, то есть около семи ножей лежит, типа, круто, даже в восьми ножей. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, как-то до этого инвентарь у тебя было разнообразнее. Но все равно, такой ножик, это круто, если обменять его по-омлайне, то вообще будет очень-очень круто. Вы знаете, опять же, я смотрю так на инвентаре, вижу их, да, и понимаю, что люди не выкладывают объявления, вот ссылка в описании, есть на мою трейд-группу, даже реклама здесь, в этом видеоролике уже есть, наверное, вот, и люди, то есть, имеют инвентарь, скорее всего, люди, ну, по крайней мере, канарейка, точно трейдеры, и они не выкладывают трейды в моей группе, куда я сам привожу плееров, сам трейдусь и так далее, стараюсь там актив поддерживать, ну, это странно довольно-таки, ладно, это его личное дело, зато на и сессию время у него всегда есть выложить, ладно, все, я обиделся, просто на тебя канарейка пошел в шопу. А ладно, что у нас тут? 0,48 пыльник, неплохо, 0,21, ну, как неплохо, давайте, ладно, я скажу честно, это максимально хреново, народ, на пыльниках главное, чтобы у нас был максимально закаленный флот, поэтому 0,48 это хреновый флот, не надо на пыльниках пытаться увидеть как можно чище, потому что как можно чище, лезвие будет как можно чище и без ржавчины, если вам это нравится, да, это вам нравится, но если брать трейд комьюнити, им нравится, когда оно все в говне. Как неприятно было мне тебя долбать, а ты в говне. Ладно, что у нас тут дальше, 0,21, ну, неплохо, дальше тут у нас пустынный постанец, 0,30, так, и так, что хотелось бы сказать, да ничего, собственно говоря, инвентарь, судя по всему, на плей, недорогие скины, так вот поиграть, покайфовать, почему бы нет, конечно, я бы апгрейднул, взял бы в низко хламу вот этого, и апгрейднул бы ночной кошмар хотя бы до послеполевых, до 0,25 флота, до 0,20, и будет вообще ништяк. Ну, а так, ну, поиграть сойдет. Я, честно, не понимаю, как можно иметь вот такой инвентарь, да, то есть, ну, тут есть скины, да, я бы с такими скинами погонял, он послеполевых посмотреть, потому что Макар настолько гениальный человек, что он просто взял и скрыл инвентарь. Молодец, Макар, попроситься в оценку инвентарей и скрыть инвентарь. Какой ты у мамы молодец, а? Иди, я тебя обниму. О, май, Ганнабал, ты что, крэйзи? О, йо-йо-й, какая красавица! Ой, помню, раньше у меня было возможно забрать такую же красавицу, нет, или не такую же, нет, по-моему, такую же красавицу за 400 уайня я мог забрать, то есть красную линию после полевых 0,20 или 0,31 первый флот со стаком и бэйпауэру. Но там, по-моему, одна была тертая, как раз на цевье вот здесь. Ой, блин, какая сосочка! Можно погладить, а? Блин, классно, классно, хороший, хороший сет, наклеек мне прям очень нравится. Дефолтно, но хорошо. Слушайте, это, слушай, не тот ли человек, у которого было СТ? Точно такой же классический ножик, потому что я прям вот смотрю, знакомый инвентарь, прям по глазам вижу, добрый. Вот такой же был, только СТ-шный. Ты что там, открутил, что ли? Этот счетчик, а, не, подождите, тут нельзя счетчик открутить, тут вот царапается. Реально, по-моему, вот точно такой же инвентарь. Вот, по-моему, это этот же человек. Поправьте мне в комментариях, и ты напиши обязательно в комментариях, ты ли это. Потому что, помню, был такой же шикарный 0,35 классик. Кто не знает, наверное, на классике считается вот это, вот так вот, берёте кружочек, да? Вот так вот, после полевых от 0,30 до поношенного 0,40, где-то так, да? Вот в серединку, сами понимаете, да? То есть 0,37, 0,38, золотая середина. Вот это самый дорогой, самый дорогой флот на этом классическом, ну, понятно, прямо из завода, потому что у Кровопутины имеется ограниченный флот-рэндж, и прямо завода очень сложно сюда попасть, поэтому их очень мало, и поэтому они стоят до хрена. Ну вот, ну, короче, 0,35 это очень-очень дорогой флот. То есть, сколько он стоит? Вот да, 18 тысяч стоит. Я думаю, с таким флотом у него овер идёт примерно одну-вторую, не, одну. Ну, короче говоря, я так подумал, то есть, если получается у нас 18 тысяч, ну, я думаю, где-то 25-30 он стоит, такой ножик. Ну, понятно, диапазон слишком большой я взял, но реально я прямо не занимался, но вижу, что 0,35 очень сексуальный флот. Это очень безумно дорогой флот, 0,31 5. Извиняюсь, короче, ну всё, я весь облезал, прям классный, хорош-хорош. Ну, здесь, конечно, попроще крафт, но зато 0,19 флот, а это тоже ни хрена себе, за это есть переплата, конечно же. Дальше у нас здесь, у нас здесь, ну, без фантазии, просто азимов 0,38. Дальше 0,47 азимов, понятненько, понятненько, так. О, кстати, наклейка, кивальн 2014. Крафт наклейка, ну, здесь это понятно, здесь всё легко посчитать, здесь 100% от одной наклеечки. Так, блин, жалко, вот, знаете, вот прямо вот здесь вот напрашивается, под этот крафт, чтобы здесь была хола катавица 2014, прям вообще было бы сексуально. Блин, ну, вот это, конечно, кисунь. Я надеюсь, это мне в подарок на Новый год, да? Такой на Новый год, куняш, знай тебе, красную линию со стаком Лайбэй Пауэр. Ой, блин, как же это круто, а? Ну, реально, очень-очень-очень классно. Понятно, очень дефолтная и прям, ну, реально, максимально дефолтная, таких калашей дохрена, я как говна забанил. Но всё равно, насколько же это классно, прям, мне нравится, красавчика вообще. Ну, кстати, заговор, ну, заговор, это тоже классика, золотая наклейка. Ну, здесь голографически, правда, на золотые, вот, была в золотая Нави, да, типа, золото, на чёрном прям фоне. Ну, это классика, это классика, это знать надо. Это меня прям очень порадовал, потому что я помню, разкритикавал то, что эта кровавая паутина была тоже 0.35, но с СТ-шная, поэтому то, что кровавая паутина обычная теперь, не СТ, там намного красивее смотрится, и опять же, очень круто. И вот, я не знаю, ну, а, чё, не знаю, вот, видно же, то, что трейдбан, значит, совсем недавно, совсем недавно человек забрал этот калашик специально для меня, скорее всего. Очень классный, классный инвентарь, я с таким прям погонял, я аж слюньки пустил на этот калашик, и вот, на этот классик. Прям, ммм, так вкусно, прям, ммм, такая красавица. Следующий профиль у нас выглядит вот так, ну, блин, ладно, сойдёт, сойдёт. Хорошо, чё у нас тут в инвентаре, давайте посмотрим. Так, у нас здесь третья фаза стилита, третья фаза я определил, потому что вот здесь вот есть зелёненькое пятно, вот здесь вот оно, небольшое зелёное пятно, вот, и это означает, что, и вот здесь, кстати, тоже зеленоватый оттенок, видно, и это значит, что у нас это третья фаза, а не четвёртая, кстати, странная, почему приложение не считает. Ну, ладненько, дальше тут у нас ещё 0.25, кстати, перчатки спецназа, даже, я думаю, за это есть овер небольшой, хотя, может, даже ксаря 2, может быть. А вот, классно, ну, кстати, вот насчёт классного, знаете, я очень долго думал всё-таки вот тоже, какие вот под четвёртую фазу перчи взять, и понял, что под перчи четвёртую фазу, да и сафир подходит мотоперчатки, забыл, как они называются. Это у нас гор, так, покоритель гор, а то то ли гротка, то ли как-то так, такие синие мотоперчатки, забыл, напишите в комментариях, реально, народ. У меня память, как у золотой рыбки, всё время забываю. Так, что у нас тут ещё интересненького? Кровь в воде. 0.15, так, кстати, хромическая аберрация довольно-таки хороший флот. Не знаю, как сейчас, но в какой-то момент, наверное, месяц назад, за 0.15 вышла 1.4 стоимость скина, то есть стоит он, грубо говоря, 200 юаней. Ну, сейчас понятно, когда он стоил 200 юаней, за 0.15 просили 250. И сам в своё время, кстати, смог обменять в этой сумме, поэтому могу сказать, что сумма не с потолка взята, и вполне реально было обменять раньше. Сейчас не знаю. Так, что у нас дальше? 0.15 за это есть, конечно же, переплата. Ну, я думаю, это да, всё, в принципе. Не знаю, зачем человеку столько значков, блин. Вот реально не понимаю я этого фетиша на значки. Но, в целом, инвентарь мне нравится, инвентарь неплохой. Я бы с таким с удовольствием погонял. Конечно, не просматривается здесь никакой отдельный цвет, да, то есть, ну, направленный сет, грубо говоря, там, либо синий, либо розово-фиолетовый. Нет, здесь просто скины, походу, с которым человеку по кайфу играть, и он играет. Поэтому, удачи тебе в играх. Красивый инвентарь. Следующий профиль у нас выглядит вот так. Да, согласен, я на прошлый, в пенарусе прошлого был хоть с анимер девочкой, а здесь просто синева. Синий иний, синий, зять, синий батя. Так, чё у нас тут? Тут у нас, тут у нас, тут у нас. 0.35 на Эвануар, максимально хреновый флот. Здесь вот коцка получается очень большая. Здесь чаще всего пытаются залепить, либо, ну, большой наклейкой какой-то, либо ещё что-то сделать. Дальше, колымага. 0.20, ну, нормально. Стопленный инжектор. Нитр, так, так, чё там? Тифоническая птица. 0.18, кстати, неплохо. Нитр 0.18 со стаком наклеек. Значит, можно спросить 100% от одной наклеечки. Ну, вот, кстати, я всё думал, будет здесь стикер какой-то. Небольшой стикер есть, это здорово. Причём, заметьте, здесь стикер, он не погружает, а на красной линии, который был в предыдущем интере, прям сразу, куня, посмотри сюда, здесь красиво, здесь хорошо, иди сюда. А здесь даже прогружать не стало, это расширение, это не я. Да, вот, ну, прикольно, прикольно. Что хотелось бы сказать по инвентарю? 1300, здесь имеются и эмки, да, 2 эмки, калаш имеется. Авик, я не знаю, на плей это или на трейд, но если на трейд, желаю удачи тебе в трейде. Следующий инвентарь выглядит у нас вот так, здесь получается у нас поток информации, 0.21, неонуар, блин, как много неонуаров вообще у моих подписчиков. Дальше регион Анубиса 0.17, безлюдный космос, ну, хотя мне кажется, неонуар один из таких вот дешевых и красивых авиков, реально, за которые не жалко бабки отдать. Дальше слайнет за коленочка, ну, блин. Что хотел бы сказать, здесь уже инвентарь на 5 тысяч, здесь имеются хорошие скинчики, с которыми я бы тоже погонял с удовольствием. Ну и судя по тому, что все у нас в трейдбане, человек трейдер, поэтому я тебе желаю удачи в трейде. Следующий инвентарь, опять же, у нас неонуар, только 0.25, ну, почище, почище, конечно же. Механа Пушка 0.21, ну, Сайрекс, кстати, Сайрекс 0.16. На СТ, ну, может, даже будет небольшая за это переплата, рублей 10, может, рублей 15. Ну и все, в принципе. Но, опять же, надо заметить, то, что у человека все в трейдбане, а это значит, что у человека идут трейды, и это хорошо. Я тебе желаю удачи дальше в трейде. Следующий инвентарь у нас здесь Андрей. Андрей, я помню, заткнул мне рот Котовицы 2014-2015 холла. Сейчас мы до него, конечно же, дойдем. Дальше тут, кстати, у нас вот Краков золотая. А Краков золотая, это неважно, по-моему, любая Краков золотая стоит дохрена. Реально, дохрена. Поэтому это здорово. Это можно за человека порадоваться. Дальше здесь, но дефолтные. Кстати, вот холла в Котовице 2014-2015, это здорово. А, iBuyPower, кстати, Котовица. Да, я, по-моему, не увидел еще эту. Еще Котовица 2014, ну, понятно, здесь Котодрочер. Котодрочер. Как бы двусмысленно это ни звучало. Но здесь куча стикерда, куча стикерда. Я просто вот так вот, когда... Я просто знаю, какие стикерды примерно дорого выглядят. Если как, то значит дорого. Вот, с остальными стикердами мне, конечно, очень трудно. Две пенты, кстати, 2015-й холла. Каждый по 3000 стоит в реал. То есть 6000 реалом здесь нанесено. О, еще 15 холла. Ну, понятненько, понятненько. У всех людей, кто занимается стикердами, начали расти стикерды в инвентаре. Не поймешь, то ли где-то бесплатно раздавали, куньки не сказали, то ли еще что-то. Но факт остается фактом, что у людей появляются новые-новые стикерды. И причем не очень-то и дешевые. Поэтому удачи. Удачи в дальнейшем. Следующий инвентарь. 10 ген. Так, Кеннис. Ну, этот Кеннис, по-моему, на солнце закатил льва. На скопе их просто дохренища. Титан, кстати. Пьерн 2015-е. О, вот здесь вот я вижу сразу. Дреймхак, Айбэй Пауэр и Котовиз 2015. Хола. Ой, хола, обычная. Так, ну, это на Кравом Тигре, кстати. Довольно-таки стандартный скин для таких наклеечек. Но все равно. Все равно. Между прочим, всем и дрочим стоит это очень даже хорошо. Наверное, дешево пускай скине. Но, блин, все равно стоит нормально. Осталось только найти человека, который будет готов тебе дать. За этот стикерит что-то. Ну, а так, блин, классный стикер. Я бы с таким погонял. Мне нравится. Следующий инвентарь у нас выглядит вот так. Целых два ножа. Конечно, вообще неудачный флот. 0.37 мое почтение. Тоже все равно, что поношенный. Но все равно. Надо понимать, что это ножик. Это здорово. А дальше у нас тычки. Один куньку, другой вздуньку получается автотроника. Неплохо. Дальше тут у нас 70 поток информации. 0.08 неонуар. Реально, неонуар просто дохрена сегодня в рубрике. Дохренища, я бы так сказал. 0.20 азимов. 0.21 тоже неплохо. Да, слушайте, неплохой инвентарь. Неплохой. Нравится. Ой, нравится. Хороший инвентарь. Я бы с таким погонял бы. Я, конечно, не знаю, на чем здесь еще с инцидировать внимание. Потому что я так смотрю, больше вроде ничего-то глаз не цепляет. Ну да, 0.21 хрусталь. 0.18 неоновый гонщик неплохо. 0.16 заговор тоже неплохо. Неплохой инвентарь. Реально неплохой инвентарь. Я бы с таким поиграл бы, блин. Но, судя по всему, чувак трейдер. Потому что несколько калашей, несколько эмок. Большое разнообразие в инвентаре. Даже два ножа. Не один какой-то там за десятку. Поэтому это очень здорово. Опять же, как мы видим по элкам, да. То есть у него очень много, очень много затрайдилось. Да, до момента записи этого видео. Поэтому это очень круто. Я желаю дальше тебе удачи в трейдерах. И инвентарь, кстати, на 24 тысячи. Вообще отлично. Такой сейчас захожу. В инвентарь. Что? В смысле? Я что, уже свою наваху обменял, что ли? 0.09. 0.09. Зубтигра. Наваха. Такая же есть у меня в инвентаре. Вот. Я такой, я что с ним обменялся, что ли? Я такой реально сейчас синий экран перед глазами словил. Ну, дальше у нас перчаточки. Ну, типа, королева ягуаров с зубтигром. Да, хорошее сочетание. Хотелось бы, конечно, после полевых. Но понимаем, что бюджет ограничен. Поэтому сойдет. 0.21. Нео-нуар. Дальше у нас тут ночное ограбление. Ну, и дальше уже здесь мелочевка. Но все равно хотелось бы заметить то, что, блин, сетик у пацана есть. То есть, ну, ему надо для счастья авик. Вот. И все. И ножик с перчатками. И будет гад. Ну, чувак гоняет. Гоняет. Как бешеный. Есть же. Вот. Поэтому неплохое. Неплохое сочетание. Неплохой сет. Я бы с таким погонял. Следующий вентай у нас здесь 0.6 волны. Мое почтение. Иди, я тебя обниму. Бедненький ты, наш несчастный. 0.6 волны. Это все, ну, что уже немного поношенный. Это коцки. И, по-моему, охотничий не прощает. И на 0.6 могут быть коцки. По крайней мере, вот здесь вдоль лезвия точно. А дальше здесь скоростной зверь 0.9. Неплохой флот. Так, древнее видение. О, Котовица 2014. Есть же и на стартреке. Но это неплохо. Кстати, неплохое сочетание наклеек фиолетовых. Розово-фиолетовых и так далее под этот дигл. Неплохо, неплохо. Дальше Котовица 2014. Ой, 2014. 2019 хола. Тоже неплохой крафт. 100% от одной наклеечки можно просить. Но, сказать по-честному, вот так вот. Я очень люблю волны. Первые, вторые, четвертые. Да, то есть, первые, вторые, четвертые. Понятно. Сапфир, рубин, черная жемчужина. Вот. Ну, флот, конечно, подвел. Но, а здесь у нас стикерят. Поэтому, в принципе. Хотя, если честно, был бы здесь вот так вот титан. То это было вообще сверхкрасиво. Ты так красиво, что невыносимо. Ну, а так, неплохой инвентарь. Я бы с таким бы погонял. Несмотря на то, что даже ножик здесь немного поношный. Что выглядит довольно-таки стремно в игре. А здесь наглядный пример, что человек тоже трейдер. И тоже, как и я, открывает капсулы. Ну, за одним большим исключением. То, что меня подписчики дают, типа, денежку на какую-нибудь покрути. Потому, что всем нравится, как я мурлычу, всякую реакцию мою. Да, там, потому, что я на голду, которая стоит 100 рублей. Я вижу, как сумочка просто. Просто, как кожаная сумочка. Вот. Поэтому, вот, наглядный пример. Еще один трейдер. Горе трейдер. Открывал капсул. Ну, что, выбил голду. Ага. О, шарик, шарик. Ладно, шучу. Неплохо. Ладно, ничего страшного. Бывает. Что у нас тут? No fire and ice. То есть, дефолтный мраморный градиент. Дальше у нас здесь перчаточки. И вот здесь вот уже вкусняшка. Здесь у нас уже 14-я холла. Na'Vi это здорово, на самом деле. Мне это прям очень нравится. Ну, потому, что холла Na'Vi стоит нормально. Причем, оно на топовой позиции, над магазином. И, по-моему, да. Еще Титана Катовица 2014-я холла. Я вот так просил. Говорю, блин. Ну, слушай. Ну, Егор, ну, по азиазе. Ну, дай хоть один стикерец в подарок. Ну, что тебе? Нахрена тебе две Катовицы холла? Ну, ты что, как дебил? Ну, тем более, тут она подписана. А, нет, сейчас не подписана. Было подписано то, что, типа, для игры этот инвентарь. Вот. И, типа, ну, что, ты в две руки, что ли, побежишь и будешь стрелять? Ну, ладно, тебе отдай одну. Ну, что хотел сказать, короче. Ножик, перчатки, понятно. Дефолтно. Можно поиграть. А вот по поводу эмо КМК прям очень сексуальные. Прям ммм. Я вот взял бы такую нежную-нежную, гладил бы ее тряпочкой. И одну, и вторую. Я бы забрал. Я бы забрал. Но, естественно, задов без переплаты за наклейки. Классный инвентарь. Следующий инвентарь у нас, как утверждает прописчик, подписчик. Это у нас начало красного инвентаря. Вижу эмочку, вижу калашик. Дальше сайрекс. Ну, на самом деле, есть более дешевые красные, этот, как ВСГшка, да. То есть, опять же, это ВВшка. И можно сделать более дешевый красный. Дальше здесь тоже можно использовать, я не помню, защитная сетка. Как-то так называется тоже красный юсп. Поэтому, блин. Ну, что, начало положено. Когда собираешь до конца, ждем снова в этой рубрике. Ну, а так, начало положено. Вроде нормально. Следующий у нас огненный трейдер. Куча, конечно же, новых ножей появилась. Все ножи, кстати, хорошие. Они хорошо будут улетать на трейд. И продажи у них хорошие. И флоты на некоторых ножах тоже, кстати, неплохие. 0.22, допустим, Северный лес. Довольно-таки хороший флот. Дальше здесь у нас Вороненка. Ну, ей пофигу. 0.20, Даманская сталь. Тоже есть за это небольшой овер. Это хорошо. 0.8, Даманская сталь. Тоже неплохой инвентарь. Ну, слушайте, инвентарь прям очень преобразился. Последний раз, когда он просился в оценку винтарей. Инвентарь стал намного-намного классный. Намного лучше, точнее. Дальше, опять же, 0.38. Он дорогая Сажа. Но на после полевых, по-моему, все равно переплата идет больше. Потому что, типа, здесь на 0.37... Ну, на диапазон 0.15 до 0.37 словить сложнее, чем на поношенном 0.38. Но все равно не дешевый ножик. Он стоит дороже, чем, допустим, тоже после полевых дефолтный. Ну, вот так. У нас здесь имеется вот этот стикер. Вредина. Вот, смотрите, какой у него инвентарь большой. А Катавицу не хочет холл отдать. Дальше 0.16. Кстати, неплохой флот на Северном лесе, получается. Северном лесе. На Северном лесу. Как правильно сказать? На ножи, короче. А вот. Что у нас тут еще? Красная линия, кстати, крафт. То есть, получается, ну, стак наклеек. Можно просить 100% от одной. Неплохой инвентарь, кстати. Очень, кстати, неплохой инвентарь. Я бы с таким бы прям с удовольствием и потрейдился бы, и поигрался бы. Много всяких скинчиков. Намного лучше, чем было, потому что раньше там было просто хреново тучи просто стилитов. Зато сейчас вот и мрамены, и ультра, и пыльник, да, и просто, ну, доманская сталь. Но появилось разнообразие. Раньше у него Северный лес, пиксельный куфляж штук 20 было. Вот. А сейчас инвентарь прям реально классный. Мне нравится этот инвентарь. Следующий у нас розово-фиолетовый инвентарь. Очень классный инвентарь. Мне очень нравится. Смотрите, здесь у нас коготь 0.15. А это, между прочим, да, за это есть переплата. И это здорово. А дальше что у нас тут? Ну, а пираторская клетка, да, то есть тоже 0.38, скорее всего, есть за это овер. Несмотря на то, что поношность, все равно есть овер, мне кажется. Дальше у нас ничего не такого прям, на чем хотелось бы санцентировать свое внимание. Ну, разве что вот эти наклеечки тоже, да, по-моему, они стоят сколько? 25-30 юаней. Значит, можно 100% от одной попросить. Кромическая операция 0.8, тоже неплохо. Что у нас тут? Поток информации. Ну, 0.16 вот еще, кстати, хотелось бы на это санцентировать. Внимание, 0.22, 0.15. Кстати, вот я говорил, пульс, пульс это самый лучший вариант для розово-фиолетового сета. И, как мы помним, предыдущий розово-фиолетовый инвентарь у нас стоил 17 тысяч, это уже стоит 47 тысяч. То есть на тридцатку дороже, но чисто из-за ножа и так далее. Здесь они множество 17 тысяч, а если еще брать переплату за флот, то будет даже в районе 18,5, я думаю, тысяч рублей. Красный, классный розово-фиолетовый инвентарь. Я бы с ним с удовольствием поиграл бы. Мне нравится зачет, но надо дособирать. Надо ФАМОС переделать, потому что, ну, какая механопушка. Давайте будем честны. ФАМОС нужен здесь как раз этот пульс. И, допустим, Азимов тот же нужен, тоже хорошее вино, а не, ну, по 250 Азимов, ну, никак не смотрится под розово-фиолетовый сет. Поэтому здесь нужно лучшее вино. Ну, а так инвентарь классный, мне нравится. Следующий инвентарь выглядит у нас вот так. Здесь у нас 0.21 чистая вода, это очень здорово. Дальше 0.19 кот красный, тоже хороший флот, мне тоже заходит. Дальше здесь, ну, дефолтный скоростной зверь. Хорошее, кстати, сочетание наклеек на солнцезакате льва, тоже мне нравится, классно. Здесь тоже имеется у нас стикеред. Ну, слушайте, здесь есть стикеред. Понятно, что его прям не вот он тут, не катавица до 14-го холла и так далее, но все равно стикеред есть. И я уверен, что человек найдет человека, которому за это переплатят. Мне нравится в целом тоже инвентарь, прикольненький. Я, правда, единственное, что не въеду все-таки, это на плей или на трейд. Потому что вроде изнообразия скинов здесь нету, да, то есть чисто на каждое оружие по одной раскрасочке. Вот, но если это на плей, просто рандомные скины, то есть которые человеку нравятся, да, почему бы и нет? Я бы поиграл, мне нравится. А перед продолжением видосика хотелось бы из вас каждого лично поблагодарить за то, что переходите в мою группу по трейдам, подписывайтесь, выкладывайте свои объявления о трейде. Здесь уже куча объявлений, куча различных скинов трейдится. У нас растет активность в группе, приходят новые трейдеры, новые плееры. Спасибо вам большое. Также спасибо большое, что поднимаете актив в моей второй группе. Я худею с ваших трейдов, нас станут все больше и больше. Люди делятся всякими клоунскими трейдами, которыми кидают различные клоуны. Спасибо большое, что подписываетесь на нее и также предлагаете свои посты. Иногда люди мне пишут, что кунька так-то так-то, прикинь, не пришло повещение о стриме, о выходе нового видоса. Народ, чтобы такого не было, в описании есть ссылочка на мой дискорд серию. И как только выходит видос, выходит стримчик и запускается, сразу же здесь приходит оповещение. Поэтому я вам советую подписаться, здесь вы также можете трейдиться и общаться с другими подписчиками. Следующий инвентарь у нас выглядит уже вот так. Здесь у нас имеется также классический северный лес 0.16. Народ, надо понимать, что 0.16 это самый дешевый флот. Если бы он был 0.35, 0.37, 0.30, это уже была бы переплата. Поэтому, ну, это дефолтный у нас ножичек. Дальше тут у нас золотая, Котовизу 2019. Ну, я, по-моему, уже ранее ее видел. Да, то есть это мы видели уже. Здесь я, давайте так просто покажу, потому что человек акцентирует свое внимание на автографах. И я вам честно скажу, народ, я в этих автографах не разбираюсь. Есть ли еще Котовицы, я могу сказать, вот, вот это дорого, вот это дешево. Ну, это понятно, это и все могут так сказать, да, потому что все понимают, что Котовица что-то достоит. Вот, то здесь мне, конечно, очень сложно акцентировать свое внимание. Я знаю, что вот эта наклейка стоит 3 тысячи рублей, вот. Но без приложения, к сожалению, я вам не могу сказать эту стоимость, да. То есть стоимость наклейка, давайте даже, знаете, сделаем вот так вот. Посмотрим, что у него новое появилось Потому что он хвастается, что у него появились новые наклеечки То есть новые стикеры В инвентаре Я, честно, народ, в автографах вообще не разбираюсь Вот вообще прям Для меня что один автограф, что другой Есть вот эти розовые фиолетовые Ну вот эти розовые-фиолетовые Типа автографы Они для меня все одинаковые Но один может стоить 30 юаней, а другой 30 тысяч юаней Ну я образно-понятно не 30, но 300 Спокойно может быть и 300, и 600 я видел Да, юаней Вот, я в них вообще не разбираюсь, честно, народ Я как ни пытался в это вникнуть Ну, я вообще не понимаю Вот так же мне ютубер Ну, не ютубер, трейдер Макс Да, задарил, помню, давным-давно Аук с наклейками Вот, там, с автографами Я вообще, то есть, не понимал, сколько они стоят А там сейчас, по-моему, приложение мне показывает Что вышло уже чуть ли на несколько тысяч, что ли Хотя, когда я принимал трейд, там вообще копейки были Ну вот, так что так вот я вам покажу, народ Без обид, честно, комментировать я это не могу Потому что тупо не разбираюсь Ну а мы переходим к следующему инвентарю И финальный на сегодня инвентарь Аниме-девочка Чувак из Ганзы Есть у меня в друзьях Короче, он стикер-дрочер прям по полной То есть, это серьезный конкурент вишни Хотя, если честно Ну, понятно, что у человека, если быть прям совсем честным У него есть хранилище, куда он прячет свои сокровища Поэтому мы о чем-то можем и не издать Тут я точно знаю, что у него в хранилище спрятан драгон лор Вот, опять же, он просто так отовисывает В 2015-е лежит у меня наклеена Она у него просто так лежит Вот, поэтому будем оценить из того, что есть Он попросил оценить Сказал, у него куча нового сикерта появилась И попросил какой-то калаш оценить Но не сказал какой Ладно, погнали Сразу же у нас тут залетает катавица 2014-я Погнали дальше Раз-два катавица 2014-я Одна из них, кстати, хола Да, народ, вот такие вот у меня есть знакомые Вот, но ради правды Ради правды Вот сколько у меня есть знакомых занимающихся Катавица, хреновица Только вишня Солнышко мне сделал дорогой подарок наклей Вишня старый, но он не занимается И аноним А вот это прям три человека, которые мне ударили дорогой стикер Ладно, что у нас тут Голографический, бейпауэр Возможно, кстати, еще кто-то Но там не катавица Там просто были стикерды какие-то Да, были подарки Но я прям то, что тут точно запомнил Прям эмоционально это было у меня Короче, мбэйпауэр, хола Другие катависты 2015, хола Ой, господи, блин Какой же инвентарь у тебя? Я думаю, тут просто многие подписчики реально смотрят на это И думают, блин, куняха Вот бы тебе такой инвентарь Если честно, у него инвентарь намного дороже У него просто, говорю, все хранилищик спрятано Он как хомячок Набрал и спрятал за щеку Вот еще не прогрузилась Катависты 2014-я Раз, два, три А как так-то? А как это? А почему здесь это? Пять наклеек Бах какой-то, походу А, ну Да, тут просто съехало, получается Просто съехало Ой, блин Какой же здесь дорогой инвентарь Блин, вот взял бы Подари бы мне вот это карамельное яблоко А вот Ну че ты, а? Ну че ты джидишься, а? Вот он, понимаете Он специально не убирает хранилищик Чтобы как бы куйка Вот смотри, что у меня есть А я тебе не отдам А я тебе не отдам Ладно, я угораю, естественно Все это прекрасно, надеюсь Понимаю, блин Потому что это все ради шуток Просто для того, чтобы Домотаться до трейдера То есть я напомню, серьезно Никогда ничего не прошу себе Так, че у нас тут? Таймбэйпава Понятненько Ну я Ну слабоват, слабоват Вот была бы холла Бэйпава на топовой позиции Я думаю, этот коллаж бы стоил Точно как машина Ой, коллаж Дигл Ладно, че у нас тут? Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут 0.20, кстати, хороший флот Че у нас тут еще интересного? О, еще Холла 2015 Дримхак 2014 Вообще Котовица 2015 Вот я, кстати, о чем говорю Вот такие вот можно по автобаю урвать Не знаю, насколько велики будут у вас шансы Насколько большой надо иметь бюджет О, блин Дигнита Сихола Дигнита Сихола на кровь в воде Блин, жалко не на Пучине Был бы на Пучине, я бы тебе за деф забрал бы Ха-ха-ха-ха-ха Так, знаете, говорю, как будто мне кто-то и отдаст это за деф Дальше Ой-ой, фу-фу-фу Ну вот это фу-фу-фу Ну реально Ну блин Ну так хорошо начинали Ну опять же, ну блин Ну ты, ну блин Реально, ну такое ощущение, как будто Вижу перед собой великолепную, красивую девушку Начинаешь надевать, снимаешь трусики А там я ебу в джунгли Ай, ладно, что у нас тут дальше Гидропоника Понятненько О, вой Понятно Ну гидропоника, я кстати думал Тут что-нибудь будет тоже искотовиться А-ля Но надо опять же понимать Что гидропоника стоит 100 тысяч в реал Ой, господи Был бы у меня такой инвентарь Ну у меня, если честно Если вот так смотреть Без стикера Да-да Если вот это все лишнее убрать Сохранить будет цен некоторых моих вещей У нас с ним одинаковые инвентарь Правда, если он достанет все из хранилища Я думаю, я свой урод быстро прикрою Блин, сколько же тут наклеек дорогущих Капец И вот знаете, в чем самый прикол Я посмотрел свою старую историю Старую-старую 2015-2016 год У меня был удар молнии Авик с такой вот наклеечкой И я продал его за 2000 рублей на такой площадке Ай, золотые были времена А сейчас А сейчас вот это все стоит таких бешеных денег Вы посмотрите, реально А это мы уже помним Это я уже помню Это уже ничего нового, кстати Это мы уже видели в предыдущих Поэтому я так бегленько покажу Вот Тут вот такие, блин, скиновые человек имеются Я худею Реально просто Где это? Если ты захочешь Сядь, сядь, сядь Скорее всего он уже по мальчикам И там, судя по всему У него такой фимбой заряженный Все там от девушки ничем не отличить Фу, какой же я противный Ой, я не могу прям Ну реально, блин Ну короче, если он нужен будет третий в постель Вы зовите С твоим инвентарем Мы точно найдем общий язык Ой, блин Какой же сочный инвентарь Реально Я просто смотрю на него и кончаю Реально Просто капец Ну прикиньте Просто отдельно Котовица 15 лежит Да, я знаю У меня есть Другие подписчики Металли... А, это... Сувенирка Я такой, чё, как Откуда металлика Вот Ну, конечно, инвентарь Супер заряженного человека Я... Он уже несколько раз просился В оценку инвентаря Я каждый раз на него смотрю И просто худею Реально Вот просто вот этот дигл Один был так вот взять сюда Но он здесь, по-моему, не на топе ради Правда? Давным-давно смотрели Здесь не на топе О, 83 тысячи стоит Золотая наклейка Краков Вот 83 тысячи Пожалуйста А, кстати Вот эти наклеечки тоже очень дорогие Они что-то по 4 тысячи реалом То есть, ну, реально Дорогие крафты тут у человека имеются Вот, кстати, тоже Опять же Титан 14-й холла Инвентарь у человека супер заряжен Супер-супер заряженный Тут прям вообще поспорить не могу Из моих знакомых, наверное, это самый заряженный инвентарь Ну, я имею в виду в стикере где Потому что если прям вообще Ну, блин, не могу точно, понимаете Не могу своих знакомых точно оценить Кто из моих знакомых имеет самый дорогой инвентарь Потому что есть у меня там и полтора миллионники, да То есть, ну, у кого полтора миллиона Где не могу трезво оценить Потому что они, сволочи, прячут от меня Спрячут от меня всякие такие скинчики В хранилище, чтобы я не мог их обозреть Ну, допустим, вот, смотри, киньте Такую африканскую сетку словить по автобаю Я понимаю, что шансов у вас будет Хер целых, хер десятых, и, скорее всего Ваша самая красивая сексуальная училка Заберет вас в подсобки и скажет, что пока Вы не дадите ей член в рот, она вас не отпустит Чем вы вот такое по автобаю ловите Но, блин, какие ж заражены Какие ж заряжены инвентарии моих подписчиков Это просто жесть, вот посмотрите А вот это такое ощущение, как будто он этого У ДДК забрал, тоже есть человек у меня в друзьях У ДДК, он пока временно, насколько мне сказали Завязал с этим трейдингом и так далее Но у него тоже, только у него не синий глянец У него красная линия имеется Крафт 3, и на четвертую у него обычная такая Вот наклеечка, ну, конечно, инвентарии супер заряженные Хотел бы я зайти на этот аккаунт Залезть бы в хранилище, так глазком хотя бы Глянуть, что у тебя там есть Но инвентарий супер заряженный, конечно Подари мне, задолбал вот этот глок, а? Ну, пойдемте! Ладно, классный инвентарий, реально классный Я думаю, сейчас многие подписчики, которые считают себя коллекционером стикера Увидели некоторые инвентарии и грустно заплакали В принципе, как и я, потому что я хоть не коллекционер Но даже я, ну, даже я Я этим не занимаюсь, но даже я загрустнулась От того, какие есть все-таки заряженные инвентарии Вру комьюнити трейдинга Ладненько, народ, на этом у меня сегодня все Спасибо вам огромное за ваши подписки Подписки, ласки, ласки Комментарии, они очень мотивируют делать видосы дальше Напоминаю, что все ссылочки, которые вас могут заинтересовать В том числе, моя личная трейд-группа будет в описании И группа с розыгрышем Желаю всем позже подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота Всем удачи, народ